Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли поверить в то, чего не было? Я очень боюсь измены и своей, и партнёра. Страх, что все узнают, это позор. Просто ночью ночевали в компании друзей, на утро встало всё хорошо. В течение дня начала вспоминать то ли вспоминать, то ли придумать то, как я изменила прошлую ночь. Я начала раскручивать, как всё было, и воспоминания, как в тумане. Была трезвая в своём уме, ответьте, пожалуйста. Да, можно поверить в то, чего не было. Это, в общем-то, история достаточно частая. Когда человек накручивает себя, он на самом деле может довольно легко поверить в то, чего не было. Поверить только в то, что он представляет. Особенно, если то, что он представляет, ему хочется. И вот это самый главный момент, с которым вам будет сложнее всего смириться. Дело в том же, что несмотря на страх измены, несмотря на то, что вы её боитесь, я вам верю, что вы её боитесь. Вместо с тем, вам этого и хочется. Потому что вы не свободны. Нет, вам не хочется изменять, и я уверен, что в интимной жизни с вашим партнёром всё хорошо. По крайней мере, таких откровенных и явных проблем у вас, скорее всего, нет. Но из-за того, что вы чувствуете себя не свободны, Попробности в измене, как в протесте, если угодно, как в каком-то, в неком бунте, присутствуют. И будут присутствовать всегда. До тех пор, пока вы будете бояться быть не свободны. До тех пор, пока вы будете бояться того, что вы называете позором. Вот. То есть, это, по большому счёту, чувство стыда. То, что вы описываете, есть чувство стыда. То, что вы описываете, есть чувство страха. Страха, что про меня узнают. Страха, что меня будут осуждать. И далее по списку. Вот это вас больше всего и перевозит. Вот это вас больше всего и напрягает. Ну, на мой взгляд, именно с этим, в принципе, и нужно работать. Чтобы вы потихонечку переставали бояться позора. чтобы вы потихонечку переставали думать о других людях. И чтобы больше думали о себе. Чтобы позволяли себе быть собой. Чтобы вы не боялись проявлять себя. А сейчас вы боитесь. От чего у вас и возникают навязчивые мысли? Собственно говоря, навязчивые мысли – это наши желания, наши потребности. Мы в общем и целом конвертируем, или точнее, правильнее будет сказать, конверсируем наше желание в мысли. Так происходит всегда. Так происходит всегда. Только в норме, именно в норме, мы свои потребности можем удовлетворить, если в норме. Но вот если мы говорим о определенных, скажем так, об определенных блокирующих факторах, то наши желания не удовлетворяются. Существует некая особенность, согласно которой, у женщины отсутствует такое ярко выраженное, обособленное сексуальное желание. Это происходит в результате физиологии, это происходит в результате социальных настроек, в результате культуры. Сейчас нам это не важно. Мужчина может изменить просто из сексуального желания. Женщина это делает гораздо реже. Гораздо более реже женщина изменяет только из сексуального желания. Чаще всего измены происходят на почве других моментов. Ну, например, женщина хочет, скажем, к себе определенного внимания. Например, женщина не чувствует себя, в принципе, как бы собой, женщина не чувствует себя. Женщина, она чувствует себя, скажем так, неинтересной, например, ненужной, и появляется желание это почувствовать. И отсюда возникает измена. То есть, измена здесь выступает как форма, не более того. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно фиксироваться не на том, что вы хотите изменить, а на том, что для вас эта измена значит. Ну вот, представим, просто представим себе, что вы изменили. Да, представим себе, что вы совершили эту, так скажем, страшную измену. Что вам это дало бы? Что вам дала бы измена? Ведь не просто так вы допускаете у себя в голове, что вы можете изменить. Вот, раз можете изменить, значит вам этого хочется. И подобные мысли откуда-то возникают. Я повторюсь, очень маленькая вероятность того, что речь идет просто о сексуальном желании. Я думаю, что этот вариант даже рассматривать не стоит. Конечно, я могу ошибаться и могут быть некоторые особенности, как темперамента, так и физиологии. Я готов допустить, что могу быть не прав здесь. Но я опираюсь в данном случае на свой опыт, я опираюсь в данном случае на, как бы, различные данные, которые говорят о том, что для женщины измена не то же самое, что и для мужчины. Совершенно это разные вещи. Естественно, бывают совпадения, бывают похожести, бывают случаи идентичности. Но эти случаи достаточно риски. Все-таки, как бы, ну, половые, так скажем, различия имеют место быть, они довольно серьезные. Итак, как мы видим сейчас, я надеюсь, как мы видим сейчас, речь идет исключительно о вашей неудовлетворенности. И эта неудовлетворенность совсем не связана с простой изменой, как таковой. Ну, не нужно сводить ваши мысли об измене только к интимному контакту. Нет, нет, нет и еще раз. Нет. Как только вы, ну, а точнее, когда вы сможете для себя признать, что измена для вас имеет определенное значение, когда вы сможете это признать, когда и если вы сможете это признать и увидеть, вот тогда начнется настоящая работа. Да, в первую очередь вам придется признать, что вы не такая, какой вы себя привыкли видеть. В первую очередь вам придется признать, что вы другой человек. В первую очередь вам придется признать, что вы изо всех сил стараетесь играть роль, но не являетесь таковой на самом деле. Как бы это неприятно для вас не звучало. Вам придется взять ответственность. Вам придется взять ответственность за то, что вы чувствуете, за то, что вы хотите и за то, что не соответствует, ну, скажем так, вашей картине мира. Вы либо это сделаете, либо вы это сделаете, либо вы так в общем и целом останетесь, что называется, в этом аду. В своем аду, в котором вы находитесь сейчас. Вам мой коллега порекомендовал обратиться к психиатру. И знаете, обычно я с Кудрышевым Игорем Леонидовичем соглашаюсь. Это действительно так. И более того, я не исключаю того факта, что, возможно, вам имело бы смысл действительно обратиться к психиатру. Правда, восприятие психиатров у нас не находится на должном уровне, не находится у нас на достаточно высоком уровне, к сожалению. Потому что все-таки действуют еще некоторые предубеждения против людей данной профессии, к большому сожалению. И эти предубеждения по несчастью довольно часто подтверждают сами коллеги. Тем не менее, мне кажется, что если вы и сможете что-то сделать, что-то решить за счет помощи психиатра, то только немножко подкорректировать, может быть, свою, так скажем, мыслительную деятельность. То есть, если вы и сможете что-то сделать, то вы сможете только подкорректировать именно физиологическую, я бы сказал, сторону вопроса. Но вы не сможете решить свою личностную проблему, которая у вас вне всякого сомнения присутствует. Вы не сможете решить с помощью психиатра проблематику своей свободы-несвободы. Ну, опять же, по той, на мой взгляд, простой причине, что это находится в другой плоскости и можете быть уверены, что это не находится в той плоскости, которую может решить психиатр. Все-таки психиатр это врач, человек, который решает просто симптоматику. Ну, очень редко рассматривает причины. А поскольку в данном случае можно сказать, что, ну, на мой взгляд, ваши проблемы имеют под собой основания психологические, а не физиологические. Я бы сказал, что именно психиатр вам не даст той помощи, которую вы хотите. Поэтому самым лучшим решением было бы вам обратиться и к психиатру, и к психологу, работая с обоими специалистами параллельно. И вместе со своим партнером взять парную консультацию для исследования ваших отношений. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров. Удачи.